Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Екатерина Алексеева. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимости в мобилизации сейчас нет. Такое заявление он сделал в ходе встречи с военными корреспондентами. Мы, начиная с января этого года, фактически начав эту работу по заключению контрактов с контрактниками, вот сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами – 156 тысяч человек. 156 тысяч. А у нас мобилизация была 300, как мы помним. А сейчас добровольно, по своей воле, люди приходят. Фактически работа началась с февраля. 156 тысяч человек. В этих условиях… И да, работа-то продолжается. За прошедшую неделю по контракту, подписали контракты 9,5 тысяч за неделю. В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день. Ну, вот то, что происходит, даже для меня неожиданно, все-таки 156 тысяч человек добровольно. Люди… Знаете, у нас, как говорят, русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет. Люди добровольно встают на защиту Отечества. Также Владимир Путин ответил на вопрос журналистов по поводу отправки срочников в зону специальной военной операции. Президент России заявил, что солдат туда отправлять не планируют. Тем не менее, они присутствуют в Белгородской, Курской областях и на тех территориях, где вооруженные силы традиционно обеспечивают безопасность. 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Этот праздник напоминает нам о добрых делах, благодаря которым медицина каждый день спасает жизни тысяч пациентов. По этому случаю, 8 норильчан в этот день получили звание «Почетный донор России». На совещании в администрации города им вручили нагрудные знаки и удостоверения. Мне, конечно, очень приятно поздравить всех наших доноров норильчан с этим замечательным праздником, Всемирным днем донора крови. И сказать вам огромные слова благодарности от администрации города, от главы города, от всех нас за то, что вы делаете такое доброе, хорошее дело по зову своего сердца. Сегодня наши врачи абсолютно уверены в том, что запас крови для спасения больных норильчан всегда есть. И всегда они готовы прийти на помощь благодаря тому, что вы именно такие ответственные люди, которые понимаете, что благодаря вашему импульсу жизни это так необходимо для всех других, кто в этом нуждается. Я желаю вам, вашим семьям здоровья, благополучия, удачи во всех делах. Пусть у вас все получится. А сегодня мы бесконечно гордимся вами. Отмечу, звание почетный донор России присваивается тем, кто 40 раз сдал цельную кровь или 60 раз плазму крови. Либо тем, кто сделал 40 донаций, из них не менее 25 цельной крови. Сдача эритроцитов, тромбоцитов и гранулоцитов приравнивается к сдаче цельной крови. Почетным донорам в России положена ежегодная денежная выплата 16,5 тысяч рублей, а также внеочередное оказание медицинской помощи по полису ОМС и первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Стать донором и сдать кровь в Норильске можно в филиале Красноярского краевого центра крови на Московской, 13. В ГИБДД обсудили проблему перевозок на такси. Все чаще дорожные полицейские ловят водителей, которые занимаются этой деятельностью не совсем легально. На совещание в госавтоинспекцию пригласили членов местной общественной палаты и представителей фирм такси. За прошлый год в Норильске произошли почти полторы тысячи ДТП. 950 из них с участием легкового транспорта. Нередки случаи, когда аварии происходят во время поездок на такси. В госавтоинспекции отмечают водителей, которые занимаются этой деятельностью не совсем легально, становится больше. Часто у таксистов отсутствует лицензия на пассажирские перевозки. Необходимо оборудование или необходимый стаж вождения. На совещании в ГИБДД дорожные полицейские призвали представителей зарегистрированных фирм такси избирательно относиться как к подбору водителей, так и к техническому состоянию машин и их оснащению для пассажирских перевозок. Любой вред вам в любом случае в гражданском порядке, либо в уголовном судопроизводстве будут выставлять вам. Вот чтобы нам этого избежать и хоть какой-то порядок навести, я думаю, что мы должны ответственность общую нести. Мы со своей стороны принимаем, ну и от вас мы хотим потребовать, чтобы вы более-менее относились правильно к подбору водителей, к подбору транспортного средства. При устройстве на работу в любую из фирм такси работодатель должен требовать у гражданина справку об отсутствии судимости, а также справку о том, что тот не лишен водительских прав. Помимо этого у водителя должно быть разрешение на пассажирские перевозки. Проверить его наличие скоро можно будет в специальном реестре. Сервис запустят осенью этого года на сайте Министерства транспорта. Председатель рабочей группы общественного совета при МВД Сергей Прокопенко отметил, получить разрешение на пассажирские перевозки можно даже в статусе самозанятого. Это бесплатно. Для этого нужно всего лишь небольшой список документов. Он тоже также есть в открытом доступе. Но отмечу акцент сделан на том, что в этом списке есть справка о судимости. Получить разрешение теперь можно бесплатно, без уплаты госпошлины, любому желающему. Сергей Прокопенко также отметил, что рейды по выявлению лиц, осуществляющих нелегальные пассажирские перевозки, продолжатся. Правоохранители призывают всех водителей такси привести в порядок свои документы, а граждан пользоваться услугами только легальных перевозчиков. Это гарантия вашей безопасности. Софья Зиберова, Надежда Балдакова, Евгений Журнов. Норильские новости. На реке Далдыкан специалисты экологического контроля взяли химические пробы воды. С началом паводков контроль за состоянием водотока усиливается, так как река находится вблизи хвостохранилища Надеждинского металлургического завода и трассы пульпопровода. Как только завершается ледоход и наступает сезон паводков, специалисты компании берут пробы для химического анализа воды в реке Далдыкан. Также регулярно за водотоком наблюдают визуально, чтобы оперативно обнаружить возможные попадания химических примесей. Обычно от них река меняет свой цвет. Все недочеты прошлых лет устранены, отмечают в компании. Сами работы, которые должны обеспечить отсутствие этого красного цвета, проведены. То есть вся трасса пульпопровода до хвостохранилища отремонтирована. Там новые трубы стоят, трубы, так сказать, нового качества с полиуретановым покрытием внутри, который предотвращает повышенный износ. Соответственно, надеемся, что с точки зрения технологического функционирования что-то попадать уже в водный объект не будет. Но, естественно, есть старые отложения, которые, как говорится, сформированы в исторический период. Они, конечно, до конца еще не ликвидированы. И, соответственно, возможно, какое-то размытие. В том числе для большего охвата визуального наблюдения по мере необходимости проводят авиаобследование. Осматривают реку с вертолета. В соответствии с программой контроля мы производим отбор проб воды. В данной реке не менее четырех раз в год это осуществляется. Кроме того, в случае всевозможных погодных явлений, большие дожди, паводковые явления или по поручению руководства, когда в случае выявления каких-то свет, либо пленки какие-то на поверхности воды, в этом случае мы производим дополнительно. Но в любом случае это больше четырех раз в год. Результаты анализа первой пробы будут известны через неделю. Специалисты Эконадзора, исходя из опыта, говорят, что внешне вода выглядит хорошо. Скорее всего, и анализы будут в норме. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев, Норильские новости. Глава города Дмитрий Карасёв посетил Норильский детский дом и поздравил ребят с окончанием учебного года. Встреча с воспитанниками прошла в дружеской атмосфере. Ребята поделились с главой города своими планами, рассказали о своих увлечениях. Дмитрий Карасёв приехал в детский дом не с пустыми руками. Он подарил ребятам новую приставку Sony PlayStation 5, а к ней в придачу телевизор и видеоигру FIFA 23. Привезли небольшой подарок PlayStation 5, решили купить вам. Мальчишки. И, соответственно, телевизор, на котором всё это можно будет смотреть. Уверен, что вам этот подарок понравится. Знаю, что наверняка будет очередь для того, чтобы поиграть в FIFA. Также ребята рассказали Дмитрию Карасёву о своей скорой поездке в детский лагерь «Сигнал» на юге Красноярского края. Они будут отдыхать там с 21 июня по 30 августа. Отмечу, Норильский детский дом работает на территории города с 2000 года. Воспитанники принимают участие в различных акциях, конкурсах, соревнованиях, организации концертов и чаепитий в детском доме. В учреждении есть актовый зал, библиотека с компьютерной зоной, тренажёрный зал, швейная мастерская, музыкальный кабинет, сенсорная комната, спортивная и игровые площадки. Тем не менее, здание нуждается в ремонте. Этим летом там планируют заменить 151 оконный блок. На следующий год намечен капитальный ремонт детского дома. Более 800 подростков приступили к работе в трудовом отряде школьников. В этом году в основном они прикреплены к своим же школам. На торжественном открытии сезона также дали старт и спартакиаде ТОЖ. Ни снег, ни зной, ни дождик проливной не смогли остановить ребят, которые решили провести лето с пользой и поработать. Кто-то в трудовом отряде школьников проводит не первый сезон, а для кого-то это новый опыт. Впечатления, в принципе, хорошие, потому что будет много эмоций, много знакомых людей, которые будут рядом находиться со мной. В принципе, хорошо все будет, наверное. В этом году в трудовые отряды школьников записались 884 человека. Из них сформировали 49 отрядов. 28 в Центральном районе и Снежногорске, 13 в Талнахе и 8 в Каиркане. Ребята будут помогать ЖЭКам и другим административным учреждениям. Работы у них различного характера. В основном они работают на своей школе, то есть это уборка пришкольной территории, какие-то работы внутри помещения, там в основном это мытье полов, например, протирка подоконников. Все в таком духе. То есть переноска предметов нетяжелых каких-либо. Ну, они работают по 4 часа в день, соответственно, с 9 до часу, а после обеда у них получается уже культурно-досуговая программа. К работе ребята приступили 13 июня. 11 августа состоится закрытие сезона. В течение этого времени школьники также посетят много мероприятий, поучаствуют в соревнованиях. Основное спортивное событие для ТОЖ – Спартакеада. В этом году запланированы состязания в четырех дисциплинах – кроссфит, волейбол, дартс и веселые старты. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Норильские новости. У нас на этом все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем YouTube-канале и на сайте Норильск.тв. С вами была Екатерина Алексеева. Всего вам доброго.